здравствуйте уважаемые фанаты и любители и профессионалы шашечной игры недавно у нас пермском крае прошел чемпионат пермского края по русским шашкам я в нем участвовал занял почетное второе место так что можете меня поздравить и сегодня я хочу вам показать микро матч с победителем турнира леонидом рассадой он занял первое место значит играли также как и на чемпионате россии с так скажем дебюты с дебютами летающая шашка то есть белая шашка а3 летит на c5 черная шашка f6 летит на 3 и после этого ход белых я первую партию играл белыми сыграл еды 4 это сильнейшее продолжение дальше следует размен хочу сразу же отметить что в этом дебюте черным лучше играть своим сильным левым флангом потому что если на правом они разменяются в центр уже тут будет преимущество у белых потому что фланг у них будет ослаблен и ничья может и не найтись поэтому черные играют g6 дальше я сыграл сильнейший позиционный ход g4 то есть белые еще стесняют черных уже и на левом фланге то есть если черные разменяются допустим fg5 видите разрыв по флангам огромный то есть на этом фланге 6 шашек у черных на этом только 4 у белых практически ну так скажем поровну шашек ну допустим d3 и все поровну шашек стало так ну черные естественно не стали меняться подождали еды 6 я также жду f3 черные сыграли а g5 я сыграл а g3 вот здесь было два плана первый план меняться f5 второй план ждать а g7 потом g6 и также f5 леонид предпочел сыграть а g7 ну кстати я думаю что наверное правильно он пошел потому что f5 ход не смотрелся потому что я бы побил шашкой dnf6 и после размена видите у черных вообще три шашки на одном фланге а на другом 7 то есть перекос преимущество белых белых тут огромное поэтому я не сыграл а g7 я пошел bc3 g6 gh2 ну здесь уже надо меняться черным последовал размен и вот в этой позиции у меня был очень сильный план а b2 и после этого ну я так скажем продолжал атаку это был выжидательный ход но я поторопился немножко и пошел же f4 после этого хода у черных появляется размен разгружающий их слабый правый фланг что черные и сделали то есть последовал ход d5 ну видите хода fg7 допустим нет из-за простейшего ударчика cb4 и d4 и белые проходят в дамки допустим как еще можно сыграть е6 тоже не пойдешь тут ударчик bc5 был еще план но после хода cb4 допустим е6 размен я бы сыграл d3 и оценим позицию здесь у черных все связано ну то есть одна шашка может еще где-то пойти а b6 после этого ходы заканчиваются и по сути черные играют двумя шашками а у белых ну по сути все шашки играющие кроме вот этих двух то есть играть такие позиции за черных конечно опасно можно проиграть поэтому леонид брак благоразумно разменялся в этой позиции и позиция более-менее уравнялась хотя белые все равно еще немного атакуют нависают я разменялся можно было побить и назад с небольшим преимуществом но я предпочел побить вперед последовало е6 cd4 ну а b6 нельзя за черных играть естественно потому что последует небольшая комбинация d5 g5 d3 и куда бы черные не побили допустим сюда белые бьют 4 шашки к выигрышу то есть отдали 3 побили 4 так играть черным бесполезно а b6 последовал ход f7 у меня сейчас единственный ход я сыграл d3 сейчас у белых у черных ну по сути единственный ход уже а b6 такой интересный я сыграл еф2 я вспомнил позицию которая могла возникнуть в партии сергей белошиев против никиты славянова на мемориале green груза и вот сейчас покажу как белые могли красиво победить в этом варианте если бы черные пошли неправильно ну леонид сразу же скажу он увидел вот эту идею похоже он ее знал он сыграл b5 я ловил его на ход fg5 то есть если бы он разменялся я бы сыграл fg3 ну ничья еще в этой позиции есть за черных но уже надо играть аккуратно ход g4 проигрывает почему а b2 размен ну рано или поздно придется играть dc5 потому что такого хода нет видите и присоски не работают я побью две побили и черные проигрывают то есть рано или поздно придется играть dc5 я отойду черные сыграть b5 gf2 ab4 fg3 но играть d7 тут бессмысленно потому что белые побеждают из-за тоже красивой идеи с запиранием черной дамки допустим g4 поменяются fe5 fe7 hg5 ну допустим белые черные отдадут шашку и попытаются прорваться в дамке я поставлю дамку подожду пока черные нападут побьют мою шашку и пожертвуют дамку и по сути получается дамкой и две шашки черных заперты поэтому так играть бесполезно за черных в этой позиции dc5 de5 ab4 gf2 ab4 fg3 и здесь черным пришлось бы играть dc7 то есть идея построить вот так скажем упорчики уже тут произвести размены gh4 cb6 и в этой позиции белые красиво побеждают можете поставить партию на паузу и попытаться найти комбинацию за белых белый град еды 6 черные побили белый град cd2 черные бьют дамка продолжают удар когда кожа и белые снимают три шашки черных и дамку с победой вот такая небольшая заготовочка у меня была как говорится камень за пазухой но леонид на эту заготовку не попался он сыграл b5 он увидел это так скажем эту заготовку и разгадал мой план после b5 я пошел ab2 леонид разменялся fg5 я сыграл bc3 он сыграл dc7 я fg3 так gh4 и cd2 разменялись cb6 вот в этой позиции леонид предложил мне ничью но я посмотрел позицию поанализировал и нашел интересные тактические идеи d5 теперь присоска hg5 за черных не работает потому что я побью g6 и в этой позиции белые должны победить прорваться в дамки и победить как играть после d5 у черных остается единственный ход dc5 я играю f6 в этой позиции у черных опять единственный ход cd4 белые бьют и надо играть ab4 точный ход допустим уже dc5 и ab2 плохо ab2 потому что я ну ловлю шашку черных и в этом эндшпиле я должен победить поэтому леонид сыграл ab4 я пошел fe7 он сыграл ab2 я поставил шашку сходил gh2 сейчас возникает очень красивая идея забил их если черные ставят дамку ну на c1 нельзя ставить дамку потому что я поставлю дамку на d8 и поймаю черных видите побьют и я побью с выигрышем поэтому если черные поставят допустим дамку на a1 я уже тут красиво побеждаю ed8 черные допустим бьют на h8 я бью на c3 дамкой черные бьют на любое поле и белые ловят их с оппозицией 1 на 1 в главном варианте вот такая интересная идея была у меня ну я уже тут обе стороны так скажем находились в цветноте поэтому в принципе черные могли попасться но леонид увидел эти идеи пошел b3 здесь я пошел так здесь я пошел нет леонид по моему сыграл b5 я пошел ed8 он разменялся я сыграл hg3 ну и в этой позиции уже у черных есть ничья cd2 я сыграл так я сыграл d на f6 ну и здесь уже так подождите или я пошел g4 так ну запись уже отсутствует в цветноте были оба По-моему, ЖС-4 пошел, да, Леонид поставил дамку, я пошел сюда, Леонид поставил дамку на С-1, да, вот такое окончание было в партии, я разменялся здесь уже. Ну и после хода ФЖ-3 или ЖС-4 тут ничья. Вот такая интересная партия, первая была, довольно-таки необычный Н-шпиль с ловушками, то есть две ловушки, Леонид благоразумно их обошел. Ну, вторая партия пошла по другому сценарию, значит, дебют А3, С5, Ф6, А3. Леонид сыграл СБ-4, здесь я мог получить преимущество, то есть после размена я сыграл АБ-6, надо было сперва напасть, то есть размениваться надо белым. Ну и допустим, ЖФ-6 или АЖ-5, ну допустим ЖФ-6, белые рано или поздно разменяются назад, и в этой позиции преимуществом, конечно, владеют черные, потому что у белых три шашки на большой дороге, шашка, как я называю, серебряная шашка на Д2 отсутствует, шашка Е1 золотая, шашка Д2 серебряная, то есть, ну, преимущество явное у черных. Ну, я этот вариант не нашел, к сожалению, так, 6 на 3, СБ-4, разменялись, я пошел АБ-6, и после размена, ну, получилась по сути равная позиция. Ленин сыграл БЦ-3, я пошел ЖФ-6, он сыграл ЖФ-4. Здесь я подождал АЖ-7, потому что, если ФЕ-5 играть, уже какие-то, так скажем, связки есть, если ФЖ-5, то после АБ-2, тут уже у меня фланг, правый разбит, по сути, белые атакуют. Ну, как-то неприятные позиции получаются за черных выиграть здесь навряд ли получится, поэтому я сыграл АЖ-7. Ну, здесь был сильнейший ход АБ-2, также выжидая, то есть, уже черные должны высказаться как-то. Ну, Леонид сыграл немножко, я считаю, послабее, он сыграл ФЕ-3, и после хода ФЕ-5, то есть, он уже здесь обязан меняться, то есть, закрываться бесполезно, после такого размена преимущество получат черные, позиция с явным преимуществом черных. То есть, меняться надо. Последовал размен, я сыграл ЖФ-6, Леонид сыграл СД-4, ну, здесь играть ФЖ-5 уже как-то плохо, так как у меня также фланг уже будет разбит, я сыграл СБ-6. Леонид сыграл БЦ-3, я разменялся назад. Ну, равная позиция, абсолютно, но, тем не менее, черные должны, как оказалось, после анализа, проведенного с помощью компьютерной программы ТОШа, черные обязаны соблюдать осторожность. Леонид сыграл ЕД-4, здесь я не нашел ничего лучшего, кроме размена ФЕ-5, и сыграл ФЖ-7. Последовало СД-2, ЖФ-6, ФЕ-3, ДЦ-5. Ну, можно было, по сути, еще разменяться, допустим, ФЕ-5, ЖФ-2, ну, и в этой позиции вероятный исход партии ничья. Ну, как-то хотелось еще поиграть немножко, я сыграл ДЦ-5. Леонид ответил ЕД-2, ну, и тут уже форсировано наступают варианты, от которых не могут отвернуть ни белые, ни черные. Я сыграл ФЖ-5, то есть теперь хода ФЕ-5 уже нет, из-за простейшего ударчика СД-4 и СД-6. И черные побеждают. Поэтому белые обязаны играть СД-4. Я сыграл СБ-6, то есть подвязываю СБ-4, плохо играть, потому что белые вырываются на свободу по центру, и у меня будет плохо. Я обязан играть СБ-6. Дальше последовало ФЕ-5, ДЦ-7, ДЦ-3, ЖР-4. Ну, ЕФ-6 нельзя играть из-за ХЖ-5, и после нападения идет удар по затылку. Это понятно. Поэтому белые сыграли ЖФ-2. Я пошел ХЖ-5. Кстати, в этой позиции еще был ход ЖР-2, но он более неточный, потому что в этой позиции... То есть, ну, белые грозят разменяться ХЖ-3. Я мог пожертвовать две шашки СБ-6 и напасть СБ-4. И в этой позиции, ну, рано или поздно наступила бы ничья. То есть, мне так проще было сделать ничью за черных. Леонид правильно пошел ЖФ-2. У меня ход вынужденный. ХЖ-5. И здесь уже последовали жертвы. ФЖ-3. Побили, 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 побили. У меня единственный ход ЖР-4. Леонид сыграл ЕФ-6. ХЖ-3. ФЖ-7. Вот в этой позиции у меня еще была ничья. Надо было сыграть Б-7. Вот структура шашечной доски в русских шашках такова, что в этой позиции не хватает, так скажем, пространства белым для победы. Если бы была большая доска остоклеточная, то они бы тут, конечно, скорее всего победили. А вот здесь не хватает пространства. Но, то есть, они вынуждены после Б-7 как-то играть. И, допустим, Ж-8. И я уже пошел, допустим, в дамки. Тут уже победить не получится. Но я не нашел этого хода Б-7, так как находился в цитноте. Я пошел в ЖФ-2. В этой позиции белые красиво побеждают. Последовало СБ-6 побил. СД-4 побил. И белые побили. Я, когда увидел эту позицию, по словам Леонида, изменился в лице. Но я сразу понял, что белые тут побеждают. Красивая идея известного шашиста прошлого столетия Александра Шошина. То есть, в этой позиции, ну как играть? Допустим, А-Б-4. Белые ставят дамку на А-8. Я играю в Б-3. И белые здесь побеждают. Допустим, ну ходят. А-Ж-7. Б-Ц-7. Ж-8. С-Д-6. И вот в этой позиции надо сделать точный ход. Точный ход. Е-Ф-4. Леонид, к моему счастью, не знал, или не знал, или забыл вот этот этюд. И он ошибся. Ну, у него, кстати, тоже уже там, так скажем, усталость была. Это, по сути, была восьмая партия. Играли, ну, по сути, с классическим контролем. По 30 минут плюс 10 секунд на ход. Добавка времени. То есть, уже была очень большая усталость. И у него, и у меня, он ошибся. Он сходил дамкой на А-1. После этого хода уже ничья черным обеспечена. Я сыграл ЦБ-4. И мы согласились на ничью. Тут еще был такой важный психологический момент. Леонид, видимо, забыл эту позицию. И он стал восклицать вслух, что неужели ничья? А я ему подыграл, сказал, ну, конечно, ничья. И стал собираться тихонько вещи. Перестал записывать партию. То есть, он увидел уже, ну, поверил, что действительно ничья. А на самом деле здесь выигрыш. Ну, вот, по сути, мой психологический трюк удался. Вот такая еще любопытная деталь была в этой партии. Ну, у Леонида был красивый выигрыш. Ей в 4 надо было играть. То есть, сейчас я не могу жертвовать шашки, потому что белые побьют шашкой, а не дамкой. Мне приходится играть СБ-4. Белые зависают. Дамку оставляют на весу АЖ-7. И после хода вынужденного ДЦ-5. Потому что если пойдут ДЕ-5, белые опять же бьют шашкой, прошу прощения. Черные вынуждены играть ДЦ-5. Белые играют ФЕ-5. И победа им обеспечена. То есть, на любой ход, либо сюда, либо сюда, белые жертвуют шашку. И обрезают черных. Вот такие две интересные партии. Ну, так скажем, с психологическим подтекстом. Мне удалось все-таки свести в ничью микроматч. В первой партии я атаковал. Ну, все-таки, видимо, вот эта вот партия. Нервное напряжение. Леонид тоже в первой партии думал, что, возможно, у него проиграно. И во второй партии ему уже просто, так скажем, сил не хватило, чтобы найти вот этот, в общем-то, не очень сложный, но выигрыш. Всем спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии. Понравились вам партии, ударчики, идеи. До свидания. С вами был Олег Бурылов. До новых встреч.